А вы видели видео с Лохнецким чудовищем? Или, может, страшных рептилий, похожих на динозавров, которые случайно попали в объектив камеры? Я покажу вам самых невероятных животных, которых удалось заснять. Поверьте, местами будет такая жуть, что лишний раз из дома не захочется выходить. И начну с морских глубин. Почему? С таким огромным неизведанным подводным пространством было лишь вопросом времени, когда начнут обнаруживаться новые и пугающие виды. Любители морской жизни, погружаясь у побережья японского острова Аосима, на дне океана обнаружили большую акулу с рюшами и широко раскрытой пастью. Считается, что этот вид акул живет на нашей планете уже 80 миллионов лет. По мнению морских биологов, благодаря своим хорошо развитым эволюционным особенностям и уникальным зубам, эти акулы смогли выжить до наших дней. Хотя они меньше большинства других видов акул, их хватка зубами значительно сильнее, чем у их сородичей. Так что они могут представлять даже большую опасность. И как не вспомнить о мамонтах, когда речь заходит о невиданных монстрах древности, тем более, если один из них попал на камеру. В 2012 году в Сибири было снято видео, где якобы шерстистый мамонт переходил реку. Снявший видео, очевидец не решился подойти ближе, опасаясь спугнуть зверя или подвергнуть себя опасности. Хотя кто-то предположил, что это мог быть слон, наличие диких слонов в Сибири абсолютно невозможно. Это кажется невероятным, ведь мамонты, эти шерстистые гиганты с массивными бивнями, считались вымершими около 10 тысяч лет назад. Однако находки окаменелости и свидетельства очевидцев заставили ученых задуматься, а не остались ли они в каких-то уголках Земли. Эти монстры, похожие на огромных пушистых слонов, достигали в высоту более 3 метров и весили до 7 тонн, примерно как 4 современных слона. В Сибири 10 тысяч лет назад мамонты исчезли, но на острове Врангеля они продержались до 4 тысяч лет назад. И, видимо, какие-то особи все-таки смогли выжить. Невероятно, правда? Но это только начало ролика, дальше я удивлю вас еще сильнее. Например, видели живого грифона? Если вы знаете, что такое грифон, то этот ролик точно вас поразит. Это мифическое создание с телом льва и головой с крыльями орла, символизирующая силу и мудрость. Эти существа, о существовании которых ранее даже не предполагали, были засняты на видео и показаны миру. Грифоны известны в древнегреческой, римской и средневековой мифологии как хранители сокровищ и символы двойственности, соединяющие физические и духовные миры. По информации из видео, грифона обнаружил и приручил саудовский принц, чье имя и подробности личности не разглашаются. Интересно, как ему это удалось и сколько денег стоило. А сейчас покажу очень редких дельфинов, которые должны были вымереть. С 1950 года численность байдзи, китайских речных дельфинов, начала сокращаться, особенно во времена голода, когда на них активно охотились ради мяса. Развитие экономики и индустриализация в Китае принесли ущерб популяции из-за повышения уровня загрязнения, шума от судоходства и строительства плотин. Также немалый вред нанесло рыболовство. Дельфины часто попадали в рыбацкие сети или становились жертвами браконьеров, использующих электроудочки. В 2006 году байдзи были объявлены вымершими. Однако уже на следующий год одного дельфина удалось заснять на видео в реке Янцы, что подтвердил ученый Ван Дин. После этого была организована крупная экспедиция, в ходе которой ученые преодолели более 6300 километров вдоль Янцы, но других особей найти не удалось. Тем не менее, поскольку исследована лишь малая часть реки, существует вероятность, что некоторые байдзи все еще могут находиться в отдаленных и малоизученных районах Янцы. А этот кит считается самым редким в мире. Долгое время его воспринимали как необычный вид миниатюрного синего кита. Длина кита Амура составляет около 12 метров. Однако только в 2003 году, благодаря находке скелетных останков и ДНК-анализу, было установлено, что это самостоятельный вид. Линия китов Амура насчитывает миллионы лет. И он настолько редок, что после его открытия даже предполагали, что вид вымер. Но в 2015 году живой кит был замечен в дикой природе у побережья Мадагаскара. Это можно увидеть на видео от новоанглийского аквариума и океанографического института Вудс Хоул. С тех пор исследователи с помощью фотоидентификации зарегистрировали примерно 25 уникальных особей. Но кит Амура все еще остается одним из самых редких и малоизученных видов в мире. Он не позволяет человеку приблизиться к себе, скрываясь на глубине. Но пора показать вам и что-то более безумное. Озерные и речные чудовища всегда считались живыми остатками нашего доисторического прошлого. От Несси до Агопова эти монстры часто ассоциировали с видом плезиозавров, который каким-то образом выжил после вымирания. Видео, которое вы видите, было загружено на канал YouTube «Симонстер Видеос» в 2008 году. Многие верят, что на кадрах может быть какой-то тип доисторической морской ящерицы с трехраздельным хвостом. Некоторые говорят, что существо в ролике не просто тюлень, но видео ясно показывает, что оно гораздо больше любого тюленя. Другие утверждают, что это может быть ламантин, хвост которого был поврежден в столкновении с винтом лодки. Но при ближайшем рассмотрении видео кажется, что хвост действительно имеет три отростка. Подтвердить подлинность этого ролика очень сложно, так как нет подробностей о том, кто его снял и где это было сделано. Однако одно можно сказать наверняка. Существо на видео огромно, как динозавр, а специалисты не смогли найти следов монтажа. Так что думайте сами. Можете написать свое мнение в комментариях, я буду рад. А что скажете про русалку? Да уж мифы и сказки становятся реальностью. Про русалок слышали все, но никто их никогда не видел. Поэтому любые задокументированные кадры – это настоящее научное открытие. Один из дайверов, установив несколько камер на небольшой глубине для мониторинга активности рыб, вместо этого заметил, что одна из них зафиксировала существо, похожее на русалку. Сразу после того, как русалка погрузилась в воду и вошла в кадр, камера, к сожалению, разрядилась и запись оборвалась. Но вы и сами можете видеть, что в реальности русалке сомневаться не приходится. Невероятно, правда? А сейчас покажу еще одного невероятного представителя эпохи динозавров. Об этом загадочном виде крокодила так мало известно, что невероятно, что он вообще был найден. Кайман Рио Апопорис известен прежде всего своей необычно длинной и узкой формой головы и желтоватой кожей. Ни у одного другого крокодила в мире нет таких выразительных черт. Но кроме этого, о животном практически ничего не известно. Нет фотографий, нет подробных описаний, даже неизвестно, сколько они живут. В 1980-х годах, когда в течение нескольких лет не было сообщений о встречах, начали беспокоиться, что популяция могла пострадать из-за партизанской войны, происходящей в их среде обитания, в Колумбийском Амазонии. Годы шли, и ни одного вида не было замечено. Поэтому Рио Апопорис был официально признан вымершим. Но, как вы понимаете, что-то произошло. На помощь пришел ученый Форест Галанти и его команда, которые приложили невероятные усилия, чтобы найти это существо. В декабре 2019 года, после нескольких лет исследований и планирования, команда Галанти провела недели в поисках каких-либо признаков того, что крокодил выжил. Перед тем, как сдаться, Галанти действительно смог поймать и отпустить живую особь, привезя фото и видеоматериалы с существом, которое никто никогда не фиксировал до него. А помните, я показывал шерстистого мамонта в Сибири? Так вот, есть и другие выжившие особи. Видео, которое стало вирусным в интернете, утверждает, что показывает животное, вымершее 4000 лет назад, до сих пор живущее на свободе. До этого момента были найдены только останки шерстистого мамонта, да кадры, которые я показывал ранее. Как вы понимаете, теперь все изменилось. Видео демонстрирует кадры, на которых якобы был запечатлен живой шерстистый мамонт, бродящий по дикой природе. Была также опубликована увеличенная версия кадров с фотоловушки, где показан гораздо меньший мамонт, предположительно молодой. И это какое-то безумие, ведь так и динозавров найдут. Или уже нашли? Птерозавры – это крылатые летающие динозавры, которые господствовали в небесах на протяжении 60 миллионов лет, прежде чем окончательно вымереть вместе с остальными динозаврами. Так возможно ли, что птерозавр или даже колония птерозавров выжила после массового вымирания и теперь обитает в неизведанных регионах Китая? Если верить этому видео, то ответ определенно – да. Это видео было впервые загружено на канал YouTube Amazing Mystery Videos в 2014 году. В коротком клипе показано, как птерозавр летит по небу, и, как утверждается, было снято в 1973 году военной группой недалеко от города Янтай, Китай. Видео короткое и качество очень зернистое, но на нем четко виден силуэт огромного крылатого существа с характерным гребнем на голове, что заставляет людей думать, что это настоящий птерозавр. Некоторые даже предполагают, что это крылатое существо – топижара, вид птерозавра, который обитал только в Бразилии. Да уж на просто птичку это существо точно не похоже. Хотя и они могут удивить вот что скажете про Дода. Этот вид птиц мог бы легко оказаться дальним родственником уток. Снятое в октябре 2022 года, видео показывает, как Додо тщательно осматривает тропическую камеру, установленную прямо перед ним. Дода были нелетающими птицами, родом с острова Маврикий, и, как считалось, полностью вымерли к концу 17 века. Высотой около 90 сантиметров. Они имели крупное тело, маленькие крылья и характерный крючковатый клюв. Человеческая деятельность, включая охоту и разрушение среды обитания, привела к их исчезновению. Сейчас ученые пытаются разыскать еще представителей этой популяции, но пока ничего не удается. Надеюсь, что эти птички все-таки выжили и просто отсиживаются где-то, избегая человека. А эта ситуация может показаться знакомой многим. Вы приезжаете на свою дачу в конце осени, чтобы прибраться после активного лета. Решив заснять немного своей работы на камеру, вы включаете телефон и начинаете снимать окружающую обстановку, думая, с чего начать, когда вдруг ваш объектив ловит маленькое существо. Это не бездомная кошка, не лисица, не кролик и даже не племянник вашего соседа, решивший поиграть в прятки на вашем заднем дворе. Настоящее безумие. Оказывается, это динозавр, правда, очень маленький. Честно говоря, он больше похож на персонажа из мультфильма и совершенно не издает звуков. Но в конце концов, дачные домики – это действительно странные места, где может случиться что угодно. И встреча с древней ящерицей, способной исчезнуть в никуда за маленьким пластиковым ведром, вполне вероятно. А вы как считаете? А хотите динозавра посерьезней? Этот случай кажется еще одним примером, когда власти скрывают правду от общественности. В январе 2014 года видео, снятое анонимным источником, взорвало интернет. На кадрах зафиксирован момент, когда огромный живой трицератопс был снят с транспортного грузовика группой мужчин в Индонезии. Сообщается, что для обеспечения безопасности как самого динозавра, так и окружающих его людей, животное было частично под воздействием седативных препаратов, чтобы оно не пыталось сбежать и не проявляло агрессии. Это интересно, учитывая, что трицератопсы – известные травоядные. Появление такого древнего животного в современном мире вызывает множество вопросов о его происхождении, методах содержания и целях, которые могли побудить к его транспортировке в таком необычном контексте. Видео вызвало широкий резонанс. Множество теорий заговора и дискуссий о возможностях клонирования или иных научных экспериментах с исчезнувшими видами. Ну и куда без мегалодона? Ведь говоря о динозаврах, нельзя избегать их морских собратьев. Отдыхающие на пляже в Австралии в октябре 2013 года обнаружили на берегу огромный труп морского животного, который полностью подходит под описание мегалодона. Прежде чем информация об этом происшествии стала известна общественности, труп немедленно был убран с пляжа службами спасения и военными, а случайные свидетели были вынуждены удалить все снимки и видео, которые они успели сделать. Однако поблизости оказался дрон, который смог заснять происшествие, и эти кадры позже были распространены в интернете. Черная пантера, также известная как Черный Леопард, была сфотографирована в Кении, что стало первым зарегистрированным наблюдением за последние сто лет. В рамках прорывного открытия дикой природы фотограф-натуралист смог запечатлеть первые фотографические доказательства существования Черна, Го Леопарда в Африке более чем за век. Используя камеру-ловушку, хитро размещенную на пути Леопарда в Кении, он сначала столкнулся с разочарованием, так как ночи проходили безуспешно. Пантера избегала их. Однако настойчивость окупилась, когда фотографу, наконец, удалось увидеть это таинственное существо через объектив своей камеры. Невероятный черный леопард с его характерным и удивительным окрасом. Правда симпатяшка? Ну и последний случай. Самый безумный. Среди всех возможных существ, которые могли бы шарить по вашим вещам на природе, Йети, наверное, был бы последним, о ком вы бы подумали. Но 15 мая 2022 года в российской глуши группа друзей стала свидетелями уникального появления Йети во время их отдыха. Вернувшись со сбора дров, они застали огромное существо с белым мехом, которое рылось в их вещах, вероятно, в поисках еды. Йети случайно попал себе в глаза из баллончика с перцевым спреем, отчего мгновенно впал в ярость и стал агрессивен. В своем замешательстве он чуть не наткнулся на отдыхающих, споткнулся и упал с холма. Невероятно, правда? Пишите, какое видео вам понравилось больше всего. И да, если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то пишите в наш телеграм-бот по ссылке в описании, будем рады сотрудничать с вами и спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok